Время было такое, что, например, студии очень дорого стоили тогда. То есть, вот микшерные консоли стоили, ну вот, например, в студии Чернавского, который писал альбомы тогда, по-моему, всем, начиная от «Ласкового мая» и заканчивая Михаилом Боярским. В его студии пульт, по-моему, стоил что-то под миллион долларов. Тогда, по-моему, на тот момент я обратил внимание на несколько коллективов. Первый, это поразивший меня, это был дубовый гай, олень-дельфин, потому что они матерились страшно со сцены, и при этом матерились настолько красиво и грамотно, что это, конечно же, поражало. И тут мы столкнулись с одной очень большой проблемой. Дело в том, что в этом коллективе оказалось, что читать рэп никто не умел, кроме Дэна. И тогда мы решили, что читать буду я, будет читать дельфин и будет читать Дэна. И мы отдавали эти записи пятерым людям на сцене, которые просто раскрывали рты под... Ну, кроме Дэна. Раскрывали рты под наши голоса. В конечном итоге это продюсеру показалось очень странным. Подумал, а нафига я буду содержать вот этих вот пятерых красавчиков, когда у меня вот сложившаяся банда под боком. Удивление и, собственно говоря, вот некий эпатаж, который мы создали этой направленностью текстов, собственно говоря, и послужило первоисточником популярности нашего коллектива. Потом нас запретили, правда, хорошо запретили. Это после выхода альбома первого? Нет, это было после... Не после выхода первого альбома. Это было после того, как программа, фестиваль такой был 50 на 50. Показали выступление, по-моему, группы по телевидению. По центральному каналу? Естественно. И был большой-большой скандал, собственно говоря, откуда и пошла такая некая скандальная история, связанная с группой «Мальчишник». Существовала на тот момент такая очень известная контора, которая называлась «Райс Лиссес», которая потом называлась «Райс Мюзик», которая предложила нам заключить с ними контракт. Это был достаточно кабальный контракт на 5 лет, и мы, посоветовавшись, решили этого не делать, потому что прекрасно представляли себе, что такое кабальные контракты для группы, собственно говоря, только что избавившись от подобного контакта. И мы решили с Дэном предложить Дельфину, давай почитаем еще по мальчишеству. Соответственно, мы от Дельфина получили обоснованный отказ и решили, что мы с Дэном запустим эту историю еще разок, потому что очень много материала накопилось. И с 2000 года, по сей день, по 2007, вышло 6 альбомов еще группы «Мальчишник». Интерес к творчеству. На мой взгляд, это самое главное, что может происходить в жизни любого человека, будь то танцор, музыкант, поэт, все что угодно, художник. И хип-хоп и его история – это хорошая история, ради которой стоит жить, ради которой стоит развиваться, стоит становиться лучше, лучше остальных, лучше вообще внутри себя, для самого себя и все такое прочее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова